Я смотрю, что там ничего нет, думаю, блин, здесь же должен быть клей, наверное. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу рассказать вам о покупочках фикс-прайсе. Давно я уже вам не снимала такое видео, но в последнее время я начала смотреть очень интересный канал, где девочка, Дьявол Лина канал называется, просто таким упоением рассказывает о фикс-прайсе, так она любит каждую вещь, которую там покупает, и она покупает очень много там всего, я, конечно, столько не покупаю, но под ее влиянием я купила несколько продуктов. Лина, тебе пользуясь случаем, привет. И хочу сказать, что я купила, и что действительно мне было полезно и интересно. Я купила вот такую вот бутылочку. Я раньше проходила, смотрела на них, думаю, ну зачем она мне нужна, ну как бы вот, лишняя. Потому что я знаю, что фикс-прайс это такая вещь, заходишь туда, там все тебе вроде бы нужно, а потом лежит и пылится все это дело. Ну, лично у меня так. И мне, во-первых, понравился этот цвет, во-вторых, она сказала, что стала пить больше воды, того, что именно, ну как красиво, да, эстетически. Я тоже эстет такой, и некоторые вещи я люблю, чтобы вот они вот выглядели, да, вот так вот. Я люблю пить только с белых кружек, например, там, да, кефир или молоко, я люблю с темных кружек пить. В общем, водичку я раньше пила все время с бутылочек, и это было, ну как бы неудобно, все время их меняешь, обычная бутылочка, да, а тут такая красота стоит у тебя в холодильнике. Кстати, она посоветовала написать что-нибудь здесь маркером, можно свое имя, так что я тоже думаю, надо будет сделать. Пусть она сначала сделает, покажет, как это, потому что я маркером писала, на самом деле, он стирается, не держится, я не знаю, как закрепить. В общем, если будут идеи, или напиши. К этой бутылочке, кстати, шла вот такая еще веревочка, но я ее сняла, вот, петелечка, я ее сняла, можно ее куда-нибудь в другое место, просто с ней не очень удобно мне пить водичку. И также под ее влиянием я купила, все заметили, все розовое, такую папочку, потому что для документов у меня как раз-таки действительно все уже документы в голимых папках, в голимых файлах уже пора переложить, чтобы оно было красиво, но все-таки у нас все здесь розово-белое. В квартире нам нужно, чтобы документы тоже были в порядке. Купила вот такую зажигалку, очень они классные, удобные, вот такие вытянутые, так как у меня плита с газом, и я уже пожгла себе все руки обычной зажигалкой, а это просто замечательно. Также большинство моих покупок были сделаны под влиянием того, что у меня появилось очень много идей, которые в видео я хочу попробовать, снять что-то, поэкспериментировать для вас. Поэтому первое, что это я покажу, формочки для мороженого. Естественно, там есть разные цвета, но я купила розовую. Кто спрашивал, мой любимый цвет, вот он розовый. Я нашла много интересных и простых рецептов мороженого, и хочу поэкспериментировать, поделать, и буду делать это вместе с вами и пробовать. Также я купила вот такое вот зеркальце, вот такой коробочке, вот такое зеркальце. Оно беленькое, что мне нравится, да, и что может стоять. Девочки, такое зеркало стоит в Lady Collection или куда я заходила, вот буквально вот в Меге, стоит 350 рублей. Я что-то на него посмотрела, посмотрела, покрутила, думала уже взять, на кассу отложила, потом думаю, не, не буду брать, потому что оно коротенькое, да, то есть у меня на длинной ножке зеркало стоит, оно удобно. То есть мне это постоянно нужно будет брать в руки. Я не стала брать, думаю, не надо. Но когда я его увидела за 50 рублей, думаю, конечно, возьму. Пусть будет. Также для видео я набрала очень много и уже сняла это видео вот таких вот цветных скотчей. С ними на самом деле можно делать очень много всего интересного. И одно видео я сняла, это карандаши. Я показываю в них как раз-таки, как я их делала, двумя разными способами. И также тоже для школы и много всего, вот такие вот две пластины страз. Они самоклеящиеся, они разноцветные, так что можно придумать разные цветочки и много-много всего на тетрадки, на дневники и даже на карандаши. Как у меня вот здесь вот. Ту-дум! А вот сзади даже идеи всякие тут на кроссовки и на все на свете. В общем, прикольная штука. Маркеры это для лайфхака одного интересного. Ну и вообще пригодятся. Такие прикольные рожицы у них. И красивые цвета. Вот такой вот еще скотч. Он такой прозрачный и такой ленточкой, видите, как кружевной сделан. И тоже есть интересные идеи, тоже покажу вам, что можно сделать с ним. Купила себе батарейки для мышки. Раньше брала в Икеа, а тут, оп, смотрите, фикс-пресс. У меня рядом с домом, так что у меня купила батарейки. Клей ПВА, он много где-то. Кстати, для тинтов мне говорили, желтенький клей, прям хороший какой-то такой. В общем, я купила два клея, но у меня другие еще идеи есть, что снять. Не про тинты. Другие прикольные идеи. А также я купила вот такую интересную штучку. Мне нравится, что она закрывается. То есть ничего не рассыпается. Здесь у нас цветные вот такие вот листики. Почему купила? Потому что недавно, как девчонки выиграли из другого города, конкурс у меня. И одна из них попросила автограф туда вложить посылочку. А я хотела так, чтобы это было красиво, но почему-то я что-то не знала где. В общем, я вырвала листик ей из своего просто ежедневника. Ну, он тоже такой там пролинованный, розовенький. Написала там ручкой и сбрызгнула духами. Кстати, надеюсь, капли не останутся. Духов высохнут, пока приедут. А хочется, чтобы это было красиво. Вот я буду как раз-таки брать этот листик, красиво его украшать всякими здесь разными идеями. И оставлять автограф. Вот кому интересно, он будет вот так это теперь. Ну, чтобы красиво, чтобы было фирменно все. Также я купила вот такой вот блокнотик. Он, кстати, очень приятный, такой весь переплетенный. Но мы тоже с ним сделаем еще красивее потом. Будет у нас DIY очень интересный. Купила вот такие вот салфеточки. Розовые тряпочки. Ну, не знаю, что-то они мне понравились. Они такие мягкие и прикольные. Их, короче, тут много. За 50 рублей я уже половину израсходовала. Также я купила вот такие вот лизуны. Они у меня еще запечатаны. У меня тоже с ними есть идеи. И вы тоже их увидите впереди. Это все для вас. Также степлер. Степлер всегда пригодится. Но, в принципе, тоже здесь есть один лайфхак интересный. И что хорошо, что здесь идут скобы. Потому что я рассказываю вам историю. Что я купила себе? Я купила себе вот такой вот. Как раз-таки снимала, когда карандаши. Вот такой вот пистолетик. Я, как наивная, думаю, что ну как бы все, взяла пистолетик. Все как бы там как нужно, да. Вообще, я думала, что он одноразовый почему-то. В общем, я начинаю лепить там вот наш карандаш. В общем, чтобы для того, чтобы стразинку прилепить. В общем, включила его в розетку. Ну, жду, нагрелся. Начинаю, начинаю нажимать. Что-то ничего не нажимается. Нажимаю, нажимаю. Думаю, где клей? Что такое? Потом меня догоняют. А я снимаю видео. Я без подготовки снимаю видео. Я люблю это. Я уже вам говорила. Конечно же, я это не включила. Потому что это был такой тупняк. Я смотрю, что там ничего нет. Думаю, блин, здесь же должен быть клей, наверное. Но я почему-то думала, что он идет в комплекте там внутри. И что вот как-то так. В общем, никто меня не предупредил. Я ни у кого не спросила. И я взяла, естественно, две пачки клей. Теперь два захода у меня было фикс-праз. В общем, все, что я купила. Все мои покупочки. Надеюсь, вы тоже нашли для себя что-то интересное и полезное. Если таково было, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А я пошла готовить для вас новые видео. И мы с вами увидимся в следующем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok